Добрый день, дорогие друзья! К сожалению, не было времени снимать видео сегодня про ореховую аллею. В этом году занимался покраской забора и другими делами, посадками. Но, тем не менее, в конце осени хотя бы хочу записать это видео, рассказать и показать состояние ореха пекан. Остальные орехи я показывать не буду, уже весной следующего года, наверное, покажу. В принципе, переросты не очень большие, но они есть. Но хочется про орех пекан рассказать. Давайте я вам покажу состояние деревьев. Как вы уже знаете, у меня посажено два дерева. Одно вот здесь, а другое вот там. Что по этому дереву? Видно здесь, это прирост прошлого года, боковой. Здесь я срезал, который замерз. И вот в этом году один, и вот он второй. Вот такой. Осота не очень большая, самого большого, примерно около 40-5 см. Боковой, ну, около 30-ти маленький, там, наверное, сантиметров, наверное, 8-9. Вот такое состояние. Сейчас я вот думаю, я просто в этом году решил побелить павловню. Здесь у меня растет она, вон там, желтых, огороженных два дерева. Побеленная, видно, наверное, да? Вот так вот видно. И я вот решил побелить тоже вот орехи в избежание того, чтобы не было морзобоин. Но вот здесь вот, если все листья опали на этом дереве самостоятельно, то здесь они еще не опали. Я попытался их убрать, но они держатся очень крепко в своих пазухах. Вот в этих местах. Попробую увеличить. Фокусировка почему-то плохо работает. Не фокусируется. Новый телефон, видимо. Ладно, сделаем так. Вот. Видно состояние, да? Такие пазухи большие, вот, листьев. Они вот отходят. И вот они, где-то внизу, вот они есть, вот они ушли здесь. Верхние, вот эти еще пока остались, и они не удаляются. Думал я их снять? Нет. И без повреждений не получится снять. Надо составить. Но, скорее всего, видимо, побыли в нижнюю часть, до тех листьев, которые сейчас есть. И так оставлю. А верхушка уже, наверное, останется непопеленной. Потому что видно, что она даже такая зелененькая еще. Боюсь, как бы не отмерзла, как в прошлом году. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Побелю, по крайней мере, вот то, что запланировал. Здесь-то полностью можно побелить. А там вот эту часть. Сейчас побелю и уже включусь. Думал, не буду записывать про другие орехи. Но вот решил все-таки записать. Вспомнил одну вещь, которую делал весной. Сейчас хочу про нее рассказать. В одном из видео я показывал, рассказывал. Сейчас покажу. Вот, по поводу вот этого ореха. Весной, когда я делал срез, вот видно там подмерзшая часть. Вот я сделал срез. И я решил по опыту, скажем так, коллег, которые у меня, от которых я учусь. Это вот с Молдавии ореховод крупный. Он показывает в своем видео, что он просто берет, оставляет центральный один, самый сильный побег. Остальные прищипывает. Соответственно, как он объясняет. Вот эти вот, которые прищипнули, они становятся в росте. Но лиственная масса их дает питание основному корню. Он растет. У меня такой вариант здесь, в данном случае, с этим орехом не прокатил. Я сделал, как он сказал, то есть я прищипнул кончики. Но, тем не менее, это не остановило их рост. Они дальше, может, я неправильно, конечно, прищипнул как-то, хотя, в принципе, вот убрал точку роста. Шла она вверх. Но этого не произошло, и они также дальше прошли. И некоторые, вот видите, практически вровень догнали центральный. Поэтому, ну, я не знаю, у меня такой не получилось момент. Вот об этом хотелось сказать. Если вы что-то об этом знаете, и может, я сделал что-то не так, подскажите. Учту на будущее. В следующем году уже буду формировать ствол, как положено. Видите, здесь три боковых. От центрального, от основного пошло. И вот я, честно говоря, думал, что все-таки как-то получится. Нет, не пошло. Эти дальше так же развивались, и вот развились верхушки, видно, зелененькие. Ну, а сейчас я хочу все их побелить, чтобы каким-то образом вот эти морозобойного снизить, убрать здесь. Да, потом я закрою. А, не закрою. Мне, кстати, на один не хватает. Надо же. Ну, вот, хотел вот такими же закрыть, как упал, у нее закрыл каркасами, но что-то у меня, видимо, одного не хватает. Ну, ладно. Вот об этом я хотел сказать. Сейчас побелю, покажу. Побелел. Вот так это выглядит после побелки. На этом не будет каркаса, потому что у меня его нет. На тех вот двух еще есть. На запасе на этот нет. Те, которые не закрыты, сейчас тоже побелю. Кстати, можно подойти, посмотреть, что здесь. Ну, то же самое, та же ситуация, я так же прищипывал вот здесь. И так же вот мы видим, что здесь боковые, в принципе, пошли. Прищипывание им ничего не поменяло. Мы же, конечно, все изрыли вообще прям. Не знаю, может, еще из-за этого медленно растут, корневую систему повреждает. Я уже здесь насыпал. В сентябре отравы. Ну, не знаю, как это повлияет. Прям вообще конкретно прям переживают все здесь. Все из грунта, он все наружу. Посмотрим. Вот следующий. Он как шел развиваться один. Так, в принципе, и пошел. Здесь тоже все, конечно, перерыто сильно. Такие норы, блин. Не знаю, как с ними бороться. Еще. Ну, вот такой вот он вырос, небольшого размера. У меня такое ощущение, что они сильно здесь мыши прерывают. Повреждают корневую систему, не давая нормально развиваться. Ох, если знаете, как это убрать отсюда их, подскажите в комментариях. Ну, побелю вот эти все оставшиеся остатки. Посмотрим, что будет весной. Покрасил орехи пекан. Вот так это сейчас выглядит. Покрашено. Краска легла хорошо. А вот здесь я решил все-таки покрасить полностью. Несмотря на то, что они еще не отварились, я их покрасил полностью. Ствол. Ну, отвалятся там небольшие места будут. Вот мышка. Все-таки они живые еще. Она побежала в норку. Да. Как же от вас. Ну, ладно. Будем что-то делать. Вот норы вообще сплошные кругом. Вот. Там. Все в норах. Покрасил полностью. Посмотрим весной. Если не смотрится после первого дождя, надеюсь, какой-то эффект будет. Как же возможно, если получится, обработаю криопротектором. Ну, такая ситуация по Ореховой аллее. Краем пробежался в этом году. Ну, интересно, конечно же, ваше мнение. У меня есть много людей, которые знающие, смотрят меня. Подскажите вообще, есть ли смысл белить орехоплодные деревья? Или в этом никакого нет смысла, и это никак не сыграет никакую роль? И вообще роль побелки, как вы думаете? Просто разные мнения ходят по поводу побелки. Кто-то говорит, что это реально помогает. Кто-то говорит, что это малоэффективно и не имеет никакой роли. Если вы что-то думаете и знаете об этом, у вас есть личный опыт, поделитесь об этом в комментариях. Будет интересно посмотреть мнение других людей на этот счет. Ну, пока вот я столкнулся с тем, что в аллее Павловни я побелил, и после первого дождя я ее все смыло. Смысл в этом пока для себя я не понял. Возможно, что такая побелка, краска такая самая, крупная. Возможно, нужно делать или добавлять что-то свое, чтобы хотя бы на 5-6 или на 10 дождей, примерно, хватало, да? И сошла уже с весенними дождями, допустим. Как раз период зимы она стояла. Не знаю, погода у нас переменчивая, все меняется. Постоянно, буквально недавно было минус 5 недель, дождь, снег, там ветер сильный, вообще лед, гололед, ледяной дождь. А сейчас вот неделя, у нас вообще теплая погода, осенняя как раз, красота суроческая, но завтра обещает дождик. Не знаю, как это делиться в комментариях. Если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. До встречи на новых видео. Пока. Забыл показать, как это выглядит закрытым. Вот так. Здесь тоже самое. Субтитры сделал DimaTorzok